В этом году в Тверской области состоятся выборы губернатора Тверской области, выборы депутатов Государственной Думы, выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области. Я напомню, что голосование в этом году начнется раньше, 17 сентября, и продлится всего три дня, то есть 17, 18, 19 сентября. Выборы 2021 Сегодня у нас в студии кандидат в депутаты Законодательного Собрания Тверской области по Центральному, одномандатному избирательному округу номер 3, Владимир Барастов, который расскажет о своей предвыборной программе. Владимир Станиславович, здравствуйте. Добрый вечер, Ирина. Скажите, почему в 2021 году вы идете на выборы от партии «Яблоко»? Уважаемые жители, как говорится, как на духу, перед камерой открою вам большую тайну. Секрет в том, что в партии «Яблоко» нет буквы «Р». Я могу четко произносить название этой партии. Ну, а если серьезно, встреч и предложений было несколько. Но именно «Яблоко», потому что у нас самый сильный региональный состав. Пять человек, которые выдвигают партии «Яблоко» на выборы в законодательное собрание, это люди, которые верой и правдой заслужили ваше доверие. Эколог Сорокин. Действующий депутат Барастов Владимир. Общественный деятель Белова Мария, которая не пошла на сговор с совестью, принципиально отстаивала позиции и за это попала под репрессивную машину. Арарат Гулян. Молодой предприниматель из Оржева. Который, можно сказать, придумал вид спорта, которым занимаются не только в Тверской области, но и за пределами. Ну и, конечно, самошина Лидия Константиновна. Врач, педиатр, которая помогла сотням, даже тысячам людей, которая воспитала целую плеяду докторов. Скажите, у какой партии еще есть такой авангард? Ни у кого. При этом я хочу сказать, что я не являюсь членом партии, я беспартийный. Но те цели и задачи, которые мы обсуждали, и которые разделяет вся наша пятерка, так получается, что нам надо по закону присваивать номер первой, второй, третий. Но, по сути, мы одна команда, идем одной командой с общей программой. Чего вы хотите сделать в ближайшее время? Я перед собой ставлю две основные задачи, без которых навести порядок в нашей родной и любимой Тверской области не представляется возможности. Мы зачастую видим, как на федеральном уровне и у нас в Тверской области озвучиваются планы, но почему-то все это дело происходит исключительно перед выборами. А потом, вместо реализации, мы слышим какие-то отговорки. Раньше это было, что денег нет, но вы держитесь. Сейчас в бюджете Тверской области из года в год остаются неосвоенные деньги, профицит. В 2020 году он составил 2,5 миллиарда рублей. Вдумайтесь в эту цифру. Чтобы вы могли ее представить реально, это минимум 10 детских садиков. 10 детских садиков. Но я, как действующий депутат, знаю проблемы не понаслышке. И поэтому я хочу решить вопрос с тем немногим, что осталось у наших жителей Тверской области. Это ваша недвижимость, ваше жилье, на которое позарились и открыто присваивают себе выплаты в виде сбора на капитальный ремонт. Остатки в фонде капремонта за 2020 год составляют 2,5 миллиарда рублей. Может быть это какая-то сакральная цифра, а может быть это говорит только о том, что люди, которые по идее должны помогать, не занимаются ничем, кроме сбора денег. И вторая моя задача, основная, с которой я иду, как действующий депутат законодательного собрания, заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательства, это поддержка предпринимателей. Мой девиз, только люди дела создают рабочие места. Их не создают административные работники, чиновники. Человек-дела это тот человек, который оплачивает налоги, с которых выплачиваются и пособия многодетным семьям, и зарплаты учителям, и врачам, и вся социальная сфера. Но для этого человек-дела должен быть ценим и уважаем в обществе. Владимир, особое внимание в предвыборной программе уделяется проблемам защиты экологии. В чем их суть? Нельзя говорить про экологию и не говорить про население, про людей, которые живут на этих территориях. Пока программы у нас будут решаться следующим образом. Я начальник, ты электорат. У нас ничего не сдвинется. Вот смотрите, помним, какие были грандиозные народные волнения в Нелидово. Чем дело кончилось? Людей пытались сломать через колено, но программы так до сих пор и нет. Поэтому я убежден, что все грандиозные проекты надо начинать с диалога с жителями. Объяснять, доказывать, показывать примеры, что мы хотим сделать на данной территории. И, безусловно, какие преференции жители могут получить. Да, казалось бы удивительно, людям предлагают разместить на их муниципалитете объект переработки отходов. Но они должны знать, что это такое, что за переработка будет. Сохранение, сортировка, утилизация. И какие послабления по налогам они получат. Только так, доказывая, объясняя, надо в постоянном диалоге. И тогда люди поверят. Сейчас избиратели определяются в своем выборе, за кого голосовать. И о кандидатах всегда судят по действиям, по поступкам. Вот вы что делали в качестве действующего депутата законодательного собрания? Работа депутата – это, в первую очередь, отстаивать интересы жителей при помощи законов. Я был инициатором принятия постановления в Тверской области, когда малолетний ребенок, если ходит уже в учебные заведения, то его брат или сестра имеют приоритетное право поступления в данное учебное заведение. Второе, когда жители, с которыми я встречаюсь, говорят, Владимир Станиславович, ну вот мы так-то первый раз вас видим, и хотелось бы услышать о ваших делах. Я говорю, а вы моими делами уже пользуетесь. В 2019 году я смог доказать, и для всех жителей Тверской области был понижен тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Я, как депутат, как представитель законодательной власти, не смог бы это сделать. Поэтому я и говорю, что для воплощения всех целей и задач, которые ставят и депутаты, и правительства Тверской области, мы должны работать в унисон совместно. Но мы должны работать уважительно. Власть исполнительная должна нас слышать. Я уже практически три года обращаюсь к исполнительной власти и лично к губернатору Тверской области. По закону жители старше 80 лет у нас освобождены от взносов на капремонт. Но что по факту у нас происходит? Пожилые люди сначала должны заплатить, потом предоставить квитанции и только потом получить компенсацию. Зачем это издевательство над пожиленными людьми? У нас есть пример, когда многодетные семьи уже получают квитанции, это аналогия, где за вывоз мусора у них стоит ноль прочерк. Давайте не словами, а делами докажем, что мы заботимся о пожилом, о взрослом поколении и сделаем то же самое для людей старше 80 лет. Как я уже и говорил, основная моя задача – это отстоять права жителей на то немногое, что у вас осталось, на ваше имущество. Хочу сказать вам один пример. В декабре месяце ко мне обратились жители по проспекту Чайковского, 37. Во время проведения капитального ремонта Кроли, недобросовестной организации, которая выполняла работы, не соблюдая, не имея даже проектно-сметной документации, не было никаких актов на скрытой работы. То есть они делали так, как они считают нужным. И за это они хотели списать жильцов 8 миллионов рублей. Только мое активное включение, моя позиция приостановила этот процесс. Во время работы они затопили 16 квартир. Вздумайтесь, зимой 16 квартир. Было предложено разобраться в суду. Но после того, как они поняли, что я как депутат не спущу эту ситуацию на тормозах, без суда все жители получили денежную компенсацию. Подобная ситуация случилась уже летом по адресу Малая Самара 9. Там затопили 4 квартиры. И что удивительно, это та же подрядная организация. Сколько можно брать людей, которые приходят на наш рынок, оказывают нам услуги, не имея никакой репутации? Что это? Головотяпство? А может быть здесь, как говорится, есть поле для правоохранительных органов? И в завершение, каким должен быть современный депутат, который работает законодателем собрания Тверской области? Почему все-таки вы идете на выбор? Объясните еще раз. У нас представители многих так называемых оппозиционных партий занимаются тем, что критикуют власть. И по делу. Но моя позиция другая. Мой девиз – критикуешь – предлагай. Предлагаешь – воплощай. Самое главное, что депутат должен понимать, что партия его только выдвигает. А выбирают его жители. Жители Тверской области дают ему мандат доверия представлять их интересы в органах власти. Отстаивать их интересы. Делать их жизнь комфортной. Делать так, чтобы мы не были донорами для Москвы и Ленинграда. Чтобы мы могли создавать рабочие места, которые составляли бы конкуренцию соседним отраслям. А для этого, еще раз говорю, человек-дела должен быть в приоритете. Поэтому, уважаемые телезрители, друзья, земляки, приглашаю вас 17, 18, 19 числа пойти на выборы и отдать за меня голос. В рамках этой программы я вам рассказал примеры работы, поделился планами. И поверьте, вместе у нас с вами все получится. Выбирайте Борастова, и вы не пожалеете. Спасибо вам за участие. Всего доброго. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok